Всем привет! И сегодня будем обозревать смартфон, но сначала почтим память iPhone 4. Недавно мой любимый iFosh перестал включаться после полной разрядки батареи. И вот как это было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неееееееееееее... После многочисленных попыток реанимирования, пациент перестал подавать признаки жизни. Стал вопрос о приобретении нового смартфона. И вот тут началась проблема. За 3 года использования iPhone 4 я не испытывал проблем. Телефон работал исправно, без тормозов, отличная камера, всё запускается, заряд держит достойно, нет вирусов. Идеальный смартфон хоть ему и 3 года. Но делать нечего, надо выбирать новый смартфон. И тут мой мозг просто закипел. Вначале я думал починить или купить новый iPhone 4, ведь меня он удовлетворял полностью. Но за 3 года использования захотелось чего-нибудь свеженького. После iPhone хочется только iPhone за его стабильность, плавность, удобство и отличную камеру. Но вот нынешние ценники, мягко говоря, не радуют. Сейчас топовые смартфоны стоят около 50 тысяч рублей. Хотя ещё недавно ценник был в 2 раза меньше. Руководствуясь разумом и не желая мириться с такими ценами, я начал поиск. Посмотрев на Алиэкспресс, я увидел массу китайских телефонов, которые стоят в разы дешевле, а по железу не уступают брендам. Я начал смотреть обзоры понравившихся смартфонов. И тут мой мозг закипел ещё сильнее. У одного смартфона внешность привлекательная, но слабое железо. Второй производительный, но внешне не очень. Третий вообще лопата. И всё в таком духе. Поэтому я основал критерий. До 10 тысяч рублей. Хорошая камера. 4-х или 8-ядерный процессор. 2 гигабайта оперативной памяти. Экран с разрешением 4.7 или 5 дюймов. 2 сим-карты. Хороший заряд батареи. Тест производительности в Antutu около 30 тысяч баллов. И тут вы скажете, а не сильно ты губу раскатал за 10 тысяч рублей? Отвечаю в самый раз. Под мои критерии попали такие смартфоны, как ZTE Nubia 5S mini, Xiaomi Redmi 2, Meizu M2 mini, Dugi F3, Yumi Emax mini. Но из всех я выбрал Xiaomi Redmi 2 и Meizu M2 mini. Но у Meizu была проблема в том, что необходимо было потанцевать с бубном, меняя прошивку и активируя сети 3G. Поэтому Meizu сошёл с дистанции и определился победитель. Встречайте. Xiaomi Redmi 2! Но речь пойдёт сегодня не об этом смартфоне. Но немного посмотрев ещё, я нашёл то, что искал 3 дня подряд. Huawei Honor 4C. Приступим к осмотру пациента. Смартфон поставляется вот в такой симпатичной коробке. Сам смартфон. Гарантийный талон. Бамажки. Зарядка. Кабель. В общем, комплектация стандартная. Знаете, бывает идёшь по улице и вперёд идёт дама. Сзади такая ничего, но спереди и сзади демон. Но это не про этот телефон. Спереди он красив, особенно в белом цвете. За место съёмной крышки можно установить крышку в стиле iPhone 4. С металлической рамкой и закалённым стеклом. Тем самым, изменив свой смартфон до премиального. Про количество чехлов я вообще молчу. Перейдём к характеристикам. Дисплей с диагональю 5 дюймов. Разрешение HD. Матрица IPS ёмкостного типа. Экран защищён третьей гориллой. Картинку выдаёт отличную. Краски сочные. С таким дисплеем можно и фильмец посмотреть. Процессор здесь восьмиядерный. С тактовой частотой 1,2 ГГц. Графика Mali-T450. Оперативки 2 ГБ. Синтетических тестах Antutu набирает около 30 тысяч баллов. Не рекорд, но выше среднего. В игру и поиграть хватит. Также на борту данного девайса имеются два слота под сим-карты. Два радиомодуля, а не один. Слот под карту до 32 ГБ. Wi-Fi, Bluetooth, разъём microUSB, стандартная дырка 3,5 мм. На борту присутствует акселерометр, сенсоры приближения и отдаления. Ну и куда же без него FM-радио. Батарея здесь несъёмная. Литий-ионная на 2550 мАч. GPS GLONASS для любителей ориентации в пространстве. Камера здесь отменная. Та, что на задке 13 Мп. Причём, честно, в 13. Видео снимает в Full HD. 30 кадров в секунду. Любители художественной съёмки, наверняка понравятся. Камера та, что на передке имеет разрешение от 5 Мп. Снимает хорошо, но только при длинном свете. Фокусировки нет, и это обидно. Вес составляет до оборотных 160 грамм. Работает это всё на операционной системе Android версии 4.4 с фирменной оболочкой Emotion UI 3. Кстати, после вскрытия я обнаружил, что повезли леденца. И сразу же его установил. В общем, за время использования Huawei Honor 4C никаких проблем после перехода с iOS на Android я не ощутил. Всё работает плавно, без тормозов. Куча настроек. Отличная камера. Свод под карты памяти. Две сим-карты. Заряд держит достойно. Нет сети 4-го поколения. Но у нас и с третьими это не всё нормально, поэтому не беда. Приходится память чистить. Кэш. Но это особенности операционной системы. Это вам не iOS для ванильных мальчиков. Это серьёзный операционный систем. Переход состоялся безболезненно. Смартфону рад. Китайцы молодцы. Научились делать качественные смартфоны, а не просто копии. Скоро потеснят европейцев и американцев с рынка. Ибо нихер продавать втридорога. А теперь почему я именно приобрёл Huawei Honor 4C, а не Xiaomi Redmi 2. Дело в том, что Xiaomi нужно заказывать из Китая. И там его цена составляет примерно 8,5-9 тысяч рублей. Но в случае гарантийного обеспечения можно попасть. Так как придётся отставать смартфон обратно. Huawei же в России имеют интернет-магазин. С адресом в Москве. Заказав смартфон за 9 990 рублей, вопрос гарантии отпадает. Всё намного проще. Официальные продажи плюс бесплатная доставка по России курьерской почтой. Это немаловажный фактор как гарантия и поддержка своих устройств. Так что те, кто в раздоме, смело выбирайте. Лучше смартфон вам не найти за эти деньги. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки вот здесь. Всем пока. А я пойду осматривать пациента дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok